Сказка о царевне Елене Прекрасной В Миховом царстве, в цветочном государстве, жили король Олег и королева Екатерина. Было у них двое сыновей, молодых богатырей. Старшенький Евгешка и младшенький Ромашка. Очень задорные, веселые ребята. Роман с детства отличался силой, мужественностью и хорошим аппетитом. И вот исполнилось ему 15 лет. Стали родители поговаривать. Приспело время сыну семьей обзаводиться. Да и сам Роман Олегович поджениться был не прочь. Только вот невесты выбрать никак не может. То некрасиво, то неумна. И тут в одно прекрасное утро в семинарию, где учился Роман Царевич, приехала новая княжна заморская. Красавица забугорная. Елена Прекрасная. Стал добрый молодец к ней со всех сторон присматриваться, на коне горбу не подъезжать. Две недели не подпускала заморская царица к себе Романа Царевича. Не давала ключик от сердца. Боялась, что заберут ее в рабство на цветочную плантацию. Но потом сама поняла, что это ее судьба. И стал Роман Царевич проситься у родителей жениться. Король с королевой перечить не стали. И, долго не думая, благословили мне дали. Сыграли пышную свадьбу. И пошли в опочивальню. Благодаря чему появился первенец Илья Романович. Через какое-то время в королевстве Миховых-младших родился еще один сын, Антон Романович. И зажили все добро и счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот сегодня Елена Прекрасная собрала все королевство на пир в честь ее 30-летия. Все ее будут поздравлять и много радостей желать. Первая же скажет от себя ее любимая семья.